Что может быть интереснее, чем встретиться с автором книги, которую ты прочел? У мочегорских читателей была такая возможность. Два дня в городе Металлургов гостила известная писательница Тамара Крюкова. Встречи были организованы в рамках фестиваля «Книги строят мосты». На одной из них удалось побывать и нашим корреспондентам Марии Амбуловой и Александру Николаеву. Быть писателем – это состояние души и, наверное, диагноз. Так говорит о себе сама Тамара Крюкова. Родилась и выросла она в городе Орджоникидзе, ныне Владикавказ. С детства была большая затейница. То подземный ход до Америки начнет копать, то с подружками в маминых платьях модное дефиле устроит. Но книги с детства привлекали ее больше всего. Говорят, что актеры проживают не одну жизнь, а много жизней. То же самое проживает писатель. Только актеры проживают жизнь, которая им дается кем-то извне. А писатель сам проживает много-много разных жизней. Каждый раз становишься кем-то другим, каким-то другим героем. То тебе три года, то тебе пять лет, то тебе пятнадцать, ты впервые влюблен. В общем, это довольно занятная штука – жить в образе писателя, потому что это никогда не скучно. Среди читателей Тамары Крюковой – дети всех возрастов, начиная от дошколят и заканчивая молодежью. Как быть в курсе детских интересов? Как прочувствовать проблемы подростков? У Тамары Крюковой свой секрет. Когда я пишу для ребяток, которым шесть лет, я совершенно четко ощущаю себя вот этим шестилетним малышом. И я совершенно четко знаю, о чем он думает, что его заботит, что ему интересно, что ему скучно. Я просто становлюсь этим ребенком. Когда мне, скажем, я пишу фантастику, ловушка для героя, гений по неволе, тогда мне уже тринадцать, у меня другие проблемы, у меня другие заботы. И просто для этого нужно быть этим героем. На встречу с писателем манчегорские школьники пришли подготовленными, прочли несколько книг автора. Например, гимназист Саша читал «Чародейку задней парты». Девочка, она внучка волшебницы, и еще есть там главный герой, мальчик. У него дедушка, изобретатель. И они живут, ну, как в разных мирах и одних приключениях. Я читал книжку «Мак на два часа». Мне эта книжка понравилась тем, что она современная, понятная, что она, ну, просто мне понравилась, хорошая очень книжка. Мне они очень нравятся. Там смешные рассказы есть. У меня книжка «Потапов двойка». Мне книжка понравилась тем, что там много смешных моментов, очень, ну, понятно все. Читать можно долго и долго. На встрече с учениками третьих-четвертых классов писатель будто бы была одной из них, рассказывая ребятам о стране Шутландии, о государстве Игрландии и королевстве Искании. Ребята с интересом слушали автора, задавали свои вопросы, делясь впечатлениями от прочитанных книг. Тамара Крюкова, как сама говорит, пишет изнутри, из души. Быть может, именно поэтому ее книги так нравятся детям и подросткам. Кстати, они есть на абонементе в библиотеках нашего города. Продолжение следует...